Алёша Безбеднов долго и уныло врал, что состоит кандидатом в члена коллегии защитников и что приём его в коллегию – вопрос двух-трёх дней. Сперва Алёше верили, потом перестали. С утра до вечера Безбеднов вращался среди писателей, провожал в кино писательских жён, укачивал писательских детишек, а иногда бегал по писательским делам в редакции журналов и, вызывающе стуча палкой, требовал у растерянных бухгалтеров писательский гонорар. Жил Безбеднов худо. То обстоятельство, что он вообще существовало ещё на свете, можно было целиком и полностью приписать доброте писателей, которые его прикармливали и иногда давали немного карманных денег. – Вот видите, – сказал я однажды, встретив его тощего и печального на бульваре, – видите, до чего вас довело безделье. – Ну что же мне делать? – спросил он просто. – А вы подумайте хорошенько, вы пораскиньте мозгами, времени у вас много. Не может быть, чтобы взрослый, сильный человек не нашёл при желании профессии по вкусу. – Ну подбодритесь, Безбеднов, и, ей-богу же, вы ещё увидите небо в алмазах, – как сказал Антон Павлович Чехов. – Чехов? – тускло спросил Безбеднов. – Это где же, – сказал, – в записной книжке? – Да нет, Алёша, в дяде Ване. Стыдно не знать этого. – Безбеднов вдруг как-то странно посмотрел на меня, мигнул ресничками и спросил, – значит, про эти, про алмазы в чеховской записной книжке ничего не написано? – Да не знаю, Безбеднов, не знаю, я должен вам заметить, что я не специалист по Чехову. Я не видел Безбедного целый год. И вдруг я встретил его в кондитерской мастер-прома. Свежий, пополневший, в приличной толстовке стоял он возле стойки и поедал пирожное. Я по привычке оглянулся, ища глазами Алёшиного мецената. Но мецената, к моему величайшему удивлению, не было. – Хотите? – спросил Безбеднов, вытирая губы. – Отличные пирожные, ей-богу, я угощаю. – Спасибо, не хочется. – Но что с вами произошло? – С каких пор? – Идёмте в кино, я угощаю. Вот деньги, сто рублей, по дороге всё расскажу. Он схватил меня за руку и выволок на улицу. – Я начал издаваться, ей-богу. – То есть, как это издаваться? – Что вы издаёте? – Я издаюсь, вернее, печатаюсь в журнале «Северное сияние». – Ей-богу. – Что я печатаю? – Записную книжку. – Какую книжку? Я никогда не видел, чтобы вы записывали что-нибудь в записную книжку. Безбеднов вытащил из кармана журнал, развернул его, сунул мне в руки. На верху страницы было написано «Из новой записной книжки А.П. Чехова». – Вижу, – сказал я. – Но при чём тут вы? – Да вы читайте, – закричал Безбеднов. – Ну, ей-богу, ну, скорее читайте, вы же сами увидите. И я прочёл. Хорошо бы пьесу написать из жизни помещика. Помещика зовут дядей Ваней, это ясно. Мы ещё увидим небо в алмазах, мы отдохнём, дядя Ваня, мы отдохнём. – Хорошо бы рассказ написать из жизни врача. Чудные названия для рассказа. Палата номер шесть. Фамилия – Навагин. Фамилия – Пересолин. Чиновник. Его жену чиновники называют Пересолиха. Хорошее название для пьесы – Вишнёвый сад. Думаю, съездить на Сахалин. Говорят, интересно. Не купить ли дачку в Ялте? Знакомые советуют. Только что получил возмутительное известие о том, что Академия кассировала выбор Максима Горького. Пошлю им обидное письмо. Прекрасное название для рассказа. Толстой и тонкой. Только что написал жалобную книгу. Знакомые одобрили. – Ну что, похоже? – спросил Безбеднов. – Свиньява, Алёша, – ответил я. – Самого бы вас за это на Сахалин. Знакомые одобрят. Безбеднов долго смеялся, мигая ресничками. – Я уже два отрывка продал, – сказал он, наконец, отдышавшись. – Хочу теперь опубликовать записную книжку Гоголя. Я уже кое-что набросал. Сам Гоголь не догадается, ей-богу. Вот, слушайте. Безбеднов вынул записную книжку и прочёл. Хорошо бы съездить в Рим. Говорят, интересно. Эх, тройка, птица, тройка, кто тебя выдумал? Отличное название для пьесы. Ревизор. Мне представляется большое полотно под названием «Мёртвые души». Не сжечь ли? Сжёг. Так-то оно лучше. Решил написать большое полотно под названием «Война и мир». «Вы с ума сошли!» – крикнул я. «Война и мир не Гоголя, а Толстого!» – Вы уверены? – спросил Безбеднов. – Ну, уверен, конечно. Так вы говорите «Толстого». Так-так-так-так-так-так. А скажите, Толстой тоже любил записывать свои мысли в записную книжку? Толстого. КОНЕЦ. Продолжение следует...